Девушки отдыхают 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 Ну вот такая Понятная инициатива А что бы если Нам сделать Первое сентября Официальным Выходным днем Автор этого Предложения Считает, что Достойны Родители того Натерпелись они Накануне Первого сентября И непосредственно В День знаний Надо отпрашиваться С работой Чтобы провести Время с ребенком Отвезти на линейку Тем более первоклассников А тут он считает Если будет Официальный Выходной То все будут довольны А ваше мнение? Ну, если говорить... Ну, знаете, тут можно рассматривать с двух точек зрения. То есть, серьезно, да, или шутливо. Ну, давайте серьезно, серьезно, давайте. Ну, если серьезно, то вот я думаю, что многие из нас сегодня, в частности, по областному центру утром ехали сейчас и видят просто там тысячи родителей, которые за периметром школ ждут своих детей. Кто-то привел в первый класс, кто-то на линейку. То есть, объективно, сегодня половина города, ну, наверное, там большая часть, наверное, даже скажу, она отсутствует на рабочем месте и все равно находится с детьми. То есть, это родители, это бабушки, дедушки. Кто-то проехал в школу, кто-то проехал даже в институт. Ну, вот, в частности, огромное количество родителей я видел буквально там час назад в районе юридической академии, там дети, которые поступили. Поэтому, ну, вот, отчасти такая инициатива, возможно, имеет место быть и быть рассмотрено, потому что, ну, особенно родители начальных классов, да, то есть, это все равно, это с ребенком, это пока отвели. Потом, ну, есть желание куда-то сходить и, ну, отпраздновать, и, собственно говоря, не дождать вечера. Поэтому вот, там, десятки, наверное, тысяч счастливых родителей, они и так по городу у нас передвигаются вместе со своими детьми. Ой, а я-то думал, да, Владимир Владимирович, простите, я-то думал, вы сделаете вывод о том, что у взрослых и так есть возможность, собственно, попасть в школу 1 сентября без официального выходного. Я и говорю, что по большому счету и так у нас огромное количество людей опрашивается, там, с работы прийти попозже, либо, наоборот, пораньше, если в зависимости от смены, там, прийти, либо уйти. Поэтому, ну, так или иначе, еще раз повторюсь, эти люди давно отсутствуют на рабочих местах, ну, там, по договоренности. То есть, возможно, там, лишний дополнительный день, проведенный в семейном кругу, он не повлияет очень сильно на экономику, да, не даст какого-то негативного эффекта, а, наоборот, позитивно скажется на укрепление семьи, да, если ребенок, ребенок это будет правильный. С другой стороны, если, опять же, мы живем серьезно, велик соблазн у части родителей, там, не появиться, если это выходной, 1 сентября в школе, а продлить вместе с ребенком каникулы и приехать, появиться в школе, там, 2-го и 3-го сентября. И какие родители есть. То есть, наоборот, это поспособствует тому, чтобы они прогуляли день знаний. Да, к тому, чтобы дети прогуляли, да, используя тем, что у родителей тоже выходной, давайте мы, собственно говоря, вообще в школу не пойдем. Ну, смотрите, то есть этот же выходной дается для того, чтобы укрепить традиционные ценности. Семейные, да. Семейные, да. Если семья ведь все равно в этот день время вместе проводит, то есть, например, там, уехали на море, решили попозже вернуться, ну, то есть, конечная цель вроде бы как достигнута. Ну, да, ну, да. Смотрите, да? С одной стороны. С другой стороны, понимаете, для ребенка, ну, 1 сентября, давайте, опять же, серьезно, для большинства детей это все-таки правильно, то есть, вот, несмотря на то, что огромное количество, там, фотографий и видеороликов, особенно, которые 1 сентября появляются в интернете, там, где несчастные дети, там, не хочу в школу, да, кричат, вот это, очень забавные ролики, вот, но, тем не менее, у большинства детей вспоминается, ну, и огромное количество фотографий потом остаются в семейных альбомах именно с 1 сентября, красивые, с букетом, с, ну, по крайней мере, на фотографии с хорошим настроением, поэтому, ну, лишать детей праздника вот в этой части, наверное, тоже не стоит. Тут, мне кажется, больше вопрос в том, вот, как вы правильно заметили, да, родители на улицах и так есть, да, то есть, люди нашли возможность отпроситься, договориться как-то с работодателями и все равно вот это, на эти линейки, да, поприсутствовать. Вот, то есть, с одной стороны, вроде бы, как бы проблем-то как таковых нет, да, а если у тебя нет возможности отпроситься в силу специфики работы, так, скорее всего, ты не сможешь отпроситься, даже если 1 сентября будет официальным выходным. Вот здесь просто возникает вопрос, ну, есть ли логика, то есть, получается, на выходной-то ведь уйдут не только родители, но и все остальные. Ну, если там, связано с непрерывным производством и так далее, это понятно, но если это официальный выходной, то все равно, ну, большинство людей находятся на официальном выходном и они не работают. То есть, если вот это официальный праздник. Спасибо, спасибо большое за комментарии, за то, что вышли на связь. Владимир Шабардин был с нами на связи, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. 211-101, это прямой эфир, вы тоже можете дозвониться и высказать свое мнение, надо или не надо официально делать 1 сентября выходным днем. Думаю, все это преподносится под таким благовидным предлогом того, чтобы родители побыли еще один день, да, еще на один день продлили лето-летний отпуск. Думаешь, есть неблаговидный второе дно в этом предложении? Второе дно, уж не знаю, не знаю. Вот, кстати, ты сейчас рассказала, да, про то, что тебе родители в свое время в первый класс привели и сразу же ушли, потому что нужно было на работу. Вот я сегодня с утра почитал портал «Свой Кировский», там сделана была подборка воспоминаний о первом сентября известных людей, связанных с Кировом. Я, честно говоря, очень распереживался прям за депутата Госдумы от Кировской области Марию Бутину. Знаешь, что она вспомнила? Она вспомнила, что 1 сентября, когда она пошла в первый класс, ее отец уехал в командировку, а мама осталась дома с младшей сестрой. Она абсолютно одна в возрасте 6 лет пошла в школу на первую сентябрьскую линейку. Самое яркое воспоминание было связано именно с этим, пишет она, это был такой урок самостоятельности, тогда я очень расстроилась, испугалась, что я одна пойду, но все прошло хорошо. Вот видишь, еще вроде как одно доказательство того, что сделайте людям выходной, ребенок хоть не будет стрессовать. Но ведь наверняка есть такие, да, и сейчас много, наверное, таких случаев, когда действительно не могут. Мне кажется, сейчас... И бабушек, и дедушек поблизости нет. Мне кажется, сейчас это прям какой-то исключительный случай, что ребенка отправили в школу еще и на линейку одного. Ну ладно. Слушатели, давайте узнаем его мнение. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Петр. Да, Петр, вы как относитесь к инициативе, суть которой заключается в том, чтобы День знаний сделать официальным выходным днем? Строго положительный, но я считаю, это недостаточный днем. Так, ну хорошо, давайте пойдем дальше. На сентябрьстве, вот как раз к этому первому сентября можно было бы перенести, например, несколько дней из январских праздников. А чем можно в эти дни было бы заняться? Картошку копать. Ну, кто-то еще не выкопал картошку, кто-то еще не до конца подготовил детей к школе. Ну, то есть, там, 1 сентября уже надо быть классного руководителя, что еще раз что-то надо купить. Слушайте, оригинальное предложение. Вот тут на днях Минтруд составил расписание выходных праздничных дней на следующий 2023 год, если там не ошибаюсь, с 1 по 8 января у нас будут новогодние каникулы. Чуть поменьше стало, да? Да, чуть поменьше. То есть, вот сейчас предположим, да, пусть они будут с 1 по 4 января, например, да, а сколько там, 3-4 дня мы перенесем на первое число сентября. А смотрите, ведь логично, да, в сентябре еще бывает тепло. В январе, ну, хорошей погоды не очень-то бывает. Но, по сравнению с сентябрем, не то. Все равно большая часть людей январские праздники проводят в формате диван, кухня, телевизор. То есть, как-то так. Вот, а в сентябре действительно нужно было хотя бы детей к труду приобщаться. Не, я говорю, оригинальное предложение, да, Петр внес. У нас же зачастую есть дилемма либо январь, либо май, когда огороды начинаются, да, давайте, мол, перенесем на майские праздники. А тут вот Петр предлагает на сентябрь. Слушайте, что-то в этом есть. Да, действительно. Петр, Петр, сам догадались? Петр, ну, вообще-то идея, очевидно. Жизнь подсказала, да, опыт подсказал. А вы? Что касается тем, у кого дети есть, вот пусть они занимаются детьми. У кого есть огород, пусть занимаются огородом. Ну, у кого нет ни того, ни другого, ну, пусть, не знаю, делают детей. А вы сами попадали в ситуацию, когда вот нужно ребенка вести на линейку, а работодатель говорит, нет, будешь работать? Нет, не попадал. По причине отсутствия детей в основном. Ага, да, да, да. Ну, и, кстати, да, тут же нетрудно вспомнить о том, что на протяжении последних лет у нас раздаются, раздавались призывы к тому, чтобы вообще первое сентября перенести на более поздний срок, например, начинать в октябре. Новый учебный год. Авторы, насколько помню, идеи мотивировали это тем, что, ну, действительно, на юге страны, например, еще тепло, и там бархатный сезон продолжается, и можно и загорать, купаться на море, мол, давайте попозже сделаем. Просто все еще не вернулись из отпусков. Вы как, Петр, к этому относитесь, да? Действительно, на месяц попозже начинать учиться? Ну, вообще можно на месяц попозже, но и тогда каникулы начинать на месяц попозже, потому что, смотрите, в старших классах там июнь, это еще не каникулы, потому что там отпускные экзамены и тому подобное. То есть тогда придется, смотри, самый теплый летний месяц учиться? Учиться. Не очень-то. Да, учебная программа, есть учебная программа, надо соблюдать, надо успевать. Спасибо, Петр, спасибо. Очень интересно, идельное предложение. Действительно, как-то подзадумались, может быть, действительно сократить январские новогодние каникулы и часть дней перенести на первые числа сентября. Любопытно. 211-101, номер нашего прямого эфира. Время еще есть, вы можете дозвониться, но и специалисты тоже у нас будут постепенно подключаться по телефону. Пока ждем следующего эксперта, следующего звонка. Продолжаю напоминать о том, какие новшества у нас с 1 сентября. Это запрет на использование, ты читала об этом, мобильных телефонов. Я когда эту новость прочитал... Только я не поняла, если честно, в чем запрет, потому что, насколько я знаю, пользоваться, по крайней мере, из моих знакомых, кто уже ходит в школу, никому нельзя пользоваться мобильным телефоном. У меня примерно такая же картина созрела. Я не смогла никого найти. Как будто до этого у нас ребята садятся, звенит звонок, и все с телефонами, что ли, сидят? Но я прочитала где-то в комментариях, кто-то писал, что в старшем, ну, правда, в старших классах, то есть, видимо, 10-11 класс, учитель может попросить что-то найти, какую-то информацию в процессе. А, в интернете? Да, в интернете. То есть, видимо, в плане какой-то вот, когда уже дети там начинают самостоятельную работу по поиску информации. Ну, объективно, это полезный навык, да? Если хочешь что-то узнать, найти надо этим заниматься. Да, но, конечно, вряд ли этим будут заниматься там первоклассники, пятиклассники, да? Ну, то есть в старшем звене, возможно, действительно, этот запрет может быть лишним. Ну, вот я тут почитал, хорошо, да, спасибо, наш редактор подсказывает тут, делает небольшие подсказки. Я тут накануне прочитал высказывание педагога начальных классов. Это не Кировская школа, а Ижевская, по-моему, школа. Она говорит, что действительно эта проблема актуальна. Вот именно малышей в начальном звене, их трудно переориентировать со своих гаджетов на учебный процесс. Вот этот запрет, возможно, он и будет тут полезным. Хотя, с другой стороны, ну, если вы сказали, что запрещено, а что, наказание какое-то будет за это? Ну, вот позвонила мама по какому-то очень важному вопросу. А, ну, тут, конечно, можно встать, извините, можно я выйду, да, наверное, за пределы класса пообщаться. Ну, не знаю, просто ситуации может очень много быть. Насколько я знаю, в части школ телефоны вообще сдают вот перед уроком в одном месте. А, да, 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 есть вроде такая традиция, прям в одном месте, да, где-то лежат смартфоны. Ага, я, насколько поняла, Михаил Курашин. Михаил Курашин у нас на связи, да, это вице-спикер Закособрания Кировской области пятого созыва. Михаил, приветствуем вас в нашем эфире. Добрый день, как праздник? Да, спасибо большое, да. Ну, я думаю, что уместно будет напомнить, что и Михаил тоже с педагогическим образованием, да, человек, и мы здесь тоже в студии с Дарьей, да. Вот у нас сегодня основная тема для обсуждения, это возможное появление еще одного выходного дня, официального, государственного, именно первого сентября. Автор инициативы, депутат Госдумы Хамзаев считает, что ну уж так родители загружены и накануне, и в этот день, что надо им сделать такой подарок в виде дополнительного выходного. Вы как считаете? Ну, давай я начнем с того, что даже без введения официального праздника, вот сегодня я знаю там по примеру нескольких, по нескольким примерам, да, вот только будете подзвонить в различные какие-то организации, вы выясните, что там половина сотрудников отсутствует, соответственно, на торжественных линейках и всяких объявлений и праздников. Ну, если честно, я не считаю, нужно вводить, делать этот день именно как праздничный день, потому что в данном случае, ну, на мой взгляд, те, у кого действительно есть подобная потребность, да, то есть родители имеются, это в первую очередь. Ну, не знаю, я ни одного работодателя, который бы отказал родителям возможности отпроситься на несколько часов для того, чтобы сходить на торжественную линейку. Это раз, и во-вторых, ну, как родитель могу сказать, что посещение торжественных линейок, это в основном заканчивается в начальной школе, дальше уже процесс посещения этих линейок, Дальше уже глаз замыливается, привыкаешь уже, да, к этому, ко всему. Ну, да, там уже на определенном этапе уже сами дети начинают говорить, ну, не сидел бы ты уже на линейке. Было бы странно, если бы в девятом классе мама со мной пошла на линейку. Не, ну, я уверен, что есть такие мамы, да и папы, наверное, которые вплоть до выпускного класса ходят. Нет, есть, конечно, мы сейчас... Ну, а в данном случае, вот, я почему и говорю, что там почва для того, чтобы нормативно закреплять этот день как выходной, вот, я пока, честно скажу, не вижу. Михаил, смотри, а тут... То есть, да, это праздник. Да-да-да. Ага, звонил тут слушатель нам тоже и высказал такое предложение перенести часть праздников январских на сентябрь. То есть, вот, вместо вот этих длинных праздников в январе сделать несколько дней в сентябре. То есть, те, кому нужно ребенка собрать в школу, пусть собирают в школу детей, те, кому нужно выкопать картошку, пусть выкапывают картошку. Ну, я не поддерживаю, на самом деле. Вот, слушайте, вот, у нас есть уже сложившаяся определенная, там, практика тех же праздников, тех же выходных, и вот регулярные разговоры об увеличении этих праздников, об увеличении выходных, это вот точно не на пользу, мне кажется, и экономики, и обществу в целом. То есть, мы должны четко понимать, что, там, да, есть праздники, праздники, там, знаковые, и, там, и по своей памяти знаю, что, там, родители, которые своих детей любят, они какую-то, вот, там, после торжественной веренки ребенку, там, не знаю, в кафе сводят, скинуть сводят, вот, сегодня на театральной площади будет большой-большой праздник по этому поводу, то есть, надо после торжественных, там, классных часов и уроков не расходить, вот. И этого достаточно, вот. Вот, а игра с праздниками, ну, коллеги, там, если бы мы жили, там, в мега развитой экономике, и у нас все, как говорится, все было очень хорошо в этой части, ну, можно было бы поговорить на эту тему. Сейчас, я считаю, что, там, ну, точно поводов для новых праздников у нас нет. В общем, и без того, да, существуют возможности у родителей отпроситься, попасть, да, попасть на линейку к ребенку в школу. Где-то даже я сталкивался с такой цифрой, что у нас, там, чуть ли не, там, где-то, там, порядка ста с лишним выходных дней в году, слушайте, всего 365, практически. Треть года непонятно, чем занимаемся. Да, треть года отдыхаем, но это, там, не могут себе позволить многие, я думаю, что, в том числе и тех, кто работает. Ну, и к тому же за педагогическое сообщество будет обидно, да, вроде как выходной, да, а педагоги все равно будут работать, принимать детей, проводить первые классные часы и так далее. Михаил, спасибо большое за комментарий. За вас Михаил Курашин с нами был, депутат ЗАГС Собрания Кировской области Пятого созыва. Не знаю, пора ли нам уходить на рекламу или еще можно? Подошло время, да, традиционной рекламной паузы в середине часа 12.30. Сейчас 211-101, напоминаю номер нашего эфира. Что вы думаете по поводу предложения сделать 1 сентября официальным выходным днем? Звоните, пообщаемся, а сейчас небольшая реклама. Примерно 10 минут еще будет продолжаться программа «Дневной развору» 211-101. Прямой эфир. Говорим мы сегодня об инициативе сделать День знаний официальным выходным днем для того, чтобы родители могли свободно посетить линейки в школах со своими вместе детьми, а потом провести оставшиеся часы этого дня вместе, возможно, в рамках какого-то праздника семейного, пикника загородного. В общем, все это автор инициативы преподносит под тем благовидным предлогом, что пусть семья в этот день будет вместе. Тепло общается, наслаждается общением с друг с другом. В общем, вас спрашиваем, что вы думаете по поводу этой инициативы, можете позвонить и высказаться. Возможно, у кого-то возникали какие-то проблемы с тем, чтобы отпроситься, например, в этот день у работодателя. Ну, в первую очередь мне на ум тут приходятся, наверное, люди, которые связаны с силовыми структурами, у которых определенный график строгий на работе существует. Возможно, у них какие-то проблемы возникают. Давайте пообщаемся на эту тему с Натальей Шитько, зампредседателя общественной палаты Кировской области. Наталья, добрый день. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Да, мы в прямом. Да, спасибо большое. Мы сегодня обсуждаем такую основную инициативу, связанную с тем, чтобы сделать 1 сентября выходным днем, чтобы люди смогли полноценно, родители смогли полноценно, без... невзирая на какие-то там рабочие моменты, посетить линейки в школах. Вы как относитесь к этой инициативе? Есть в ней разумное зерно? Ну, для меня эта инициатива несерьезная, правда. Я как-то, как и мама двоих детей, ну, никогда не испытывала проблем по этому поводу. То есть вы всегда сбегали с работы, да, 1 сентября? Я всегда на работе 1 сентября, потому что я работаю в организации знаний, у нас всегда в это время очень много работы. Провожаю ребенка на линейку, благословляю. Ну, и вообще думаю, что все хорошо. Я сама себя помню в своем детстве. У меня... Я жила, родилась в сельской местности, в городе Уржуми, где мои родители работали там в совхозе. И у них была там самая горочная там работа, да, и так далее. То есть там вообще... Я тоже шла одна в школу. И вообще не знаю, ну, как-то не было такого. Никто за нами не носился, я там не ходил, как там, чтобы... Ну, а сейчас идут, конечно, большими семьями. Наверное, это и здорово. Это как раз праздник семейный. Но там объявлять это выходным, на мой взгляд, ну, это такое неразумно. Во-первых, зачем еще банкет, да? Давайте будем задавать вопрос. Кто должен оплачивать этот нерабочий день? Работодатель? Государство? Кто? Кто? Вот мне просто, когда депутаты предлагают такие инициативы, ну, наверное, надо как-то понимать, что за этим стоят и финансы. Вот. Это первое. Потом, слушайте, ну, мы все взрослые люди. Если мы знаем, что наш ребенок в первый класс идет, там, или, ну, не в первый, но мы хотим проводить своего ребенка, ну, давайте планировать заранее, там, свой отпуск, договариваться с работодателем заранее. В конце концов, можно дать кровь, и один день выходного дня точно тебе положен, как донору. Ну, я просто говорю о том, что варианты могут быть очень разные, чтобы использовать, там, этот день, там, для времяпровождения с ребенком и так далее. Или сделать прививку от коронавируса, что актуально. У нас сейчас дается выходной, да, при этом? Что-то я не помню уже, да. Да-да-да, извините, перебили, продолжайте. Да, да-да-да. Да, вот, ну, как бы я думаю, что здесь, ну, это так, давайте пообсуждаем, но на самом деле я не поддерживаю, лично я не поддерживаю данную идею. Ну, вообще, на самом деле, вот сегодня, ну, четверг, да, я думаю, пятница. Вообще, просто мне всегда казалось немного странным, когда вот этот вот выходной посреди рабочей недели вклинивается, и как-то как разрывает, мне кажется, рабочий процесс, не знаю. Ну, то есть, вот, вроде бы, только вошел в рабочий ряду. Да-да-да, у меня в коллективе три первоклассника сейчас, вот, у родителей трех первоклассников. Вот, да, конечно, их там, вот, кстати говоря, для первоклассников, для родителей первоклассников, вот, возможно, я бы, наверное, еще и подумала сделать выходной день, потому что, ну, все-таки, первый раз, первый класс, это действительно событие для ребенка. Надо еще учитывать, конечно, какой у тебя ребенок. Есть очень эмоциональные дети такие, которые действительно, там, испытывают определенный стресс без родителей, да. Вот здесь, наверное, можно подумать. Вот видите, сжалилось женское сердце над родителями первоклассников. Все-таки есть исключения, вы считаете, да? Есть исключения, потому что, нет, я просто понимаю, что ребенок идет в школу, и для него события, для родителей все переживают. Там даже, наверное, эмоционально ты думаешь, как он там находится, что с ним. Поэтому вот я сегодня работала в школе. Работник так себе. Большой. Там все родители на заборе, там, потому что, видимо, во двор не пускают. Они там у забора, облепили весь забор этой школы. Ну, это еще, конечно, зрелище то еще. Поэтому вот родители первоклассника, возможно, да. Вот. А так, со второго класса, в общем-то, все в рабочем режиме. У меня вот, ну, у нас уже там не приглашают на линейки, как родителей. То есть это уже все без родителей, все самостоятельно. Поэтому проводить школу, время для этого вполне есть. У нас хватает его. А собраться никогда не успеваем. То есть вот многие шьют и гладят ночью накануне первого сентября. То есть если там что-то не успели купить, докупают. Ну, то есть если даже что-то с выходной, все равно все собраться не успеем. Организоваться к этому первого сентября. Поэтому я считаю, не нужно нарушать, не нужно нарушать традиции, на мой взгляд. И жить, как мы живем. Наталья, спасибо. Да, спасибо. Очень подробно яркий такой комментарий получился. Спасибо. Наталья Шицко, зам, председатель общественной палаты Кировской области. У нас остается пара минут. И мы сейчас эти пара минут хотим пообщаться с нашей коллегой Марией Кожевниковой. Она, мама первоклассника, мы уже неоднократно говорили об этом в эфире. Вот из первых уст. Еще отсутствует на рабочем месте, да? Да, из первых уст, вести с полей, что называется. Сейчас хотим устроить. То есть просто хотим поинтересоваться, как прошел этот первый день. Сегодня эта торжественная линейка у первоклассников, она же с утра проходит, да? И как она, в общем, считается, надо ли официальный выходной день? Я, знаешь, Наталья упомянула рабочие процессы. Я вспомнила, как у меня был шок в университете, когда перед первым сентября, я правда не помню, это было на первом курсе или на втором, вывесили расписание занятий на первое сентября, я думаю, что... Что случилось? Какие занятия, да? Мария Кожевникова у нас на связи, наша коллега. Маша, приветствуем тебя. Алло, алло. Да, Маша, приветствуем мы тебя. Да, Штопозлеева, Владимир Сметанин. Да, мы здесь. Слышишь нас? Да-да-да, я вас слышу. Добрый день. Я вот стою на школьном крыльце у своего первоклассника. Отлично. Полторы минутки у нас есть для того, чтобы эмоции свои высказать в эфире от того, что твой сын пошел сегодня в первый класс, как вообще все происходит, как это все выглядит. Много ли родителей? Да, но и время. Все интересно. Был гимн, был флаг. Я не скажу, что много родителей. Тут все очень грамотно организовано, потому что линейка только для первых классов была. Причем у нас часть кадетских, часть обычных. Вот у нас были только четыре обычных первых класса. Все так очень лаконично, хорошо. Для кого-то эмоционально, я спокойно. А что, есть родители, плачут, которые утираются? Платочки есть, плачут. Да, да. Собраться-то успели без выходного 1 сентября? Ну, не будем рассказывать все подробности, но все хорошо. Ну и буквально минутка есть для того, чтобы ты обозначила свою позицию по поводу того, надо ли 1 сентября делать выходным днем. Как ты считаешь? Да, я попыталась ее сформулировать. Смотрите, вот я сейчас жду ребенка на школьном крыльце, у меня не выходной. Я все успею. И я считаю, что выходной такой не нужен, он не обязателен. У нас таких в стране слишком много. Почему нет? Потому что тот, кто может подмениться, он подменится. Те родители, которые, допустим, как мы с вами, да, у кого непрерывный вещательный процесс в течение пяти дней, нам без разницы ведь, что 31 декабря, что 1 сентября, мы все равно работать должны, поэтому считаю, что родители вполне сами могут разобраться на работе, взрослые люди. Спасибо, Маша, большое. Мария Кожевникова, наша мама, ой, наша мама, наша коллега, мама первоклассника была с нами на связи. Ну, в общем-то, вот самое популярное мнение, что родители, кому нужен этот день 1 сентября, они его выцарапают у работодателя тем или иным способом. А специально что-то тут создавать, останавливать экономику страны опять на целые сутки не надо. На этом завершаем сегодняшнюю программу. Благодарим всех, кто дозвонился и кто высказал свое мнение. Дарья Тупузлиева, Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова